добрый день дорогие друзья меня зовут алина сокина я писатель член союза писателей россии заместитель председателя совета молодых литераторов ульяновской области во время презентации сборника образ слова был дан старт проекту поэзия в движении цель этого проекта привлечь внимание жителей ульяновской области к литературе к поэзии к прозе сборник образ слова уже повторюсь он был издан на грантовые средства и он будет распространяться совершенно бесплатно по различным культурным учреждениям общественным пространством нашего города и области он поступит в городские и областные библиотеки мимо муниципальные тоже районы библиотеки этот сборник будет можно с ним познакомиться а сейчас я бы хотела передать слово человеку без которого этот сборник точно бы не вышел это главный редактор составитель этого сборника поэт член союза писателей россии мария юрьевна богдан мария расскажи пожалуйста о том как ты работал над этим сборником я приветствую всех конечно я сейчас скажу несколько слов о том как проходила работа над этим сборником ну во-первых редакторская работа и отбор текстов это для меня уже не новая работа я на этом поприще уже успела поработать в 2018 году когда у нас выходил сборник новый венец но тогда пласт работы сами произведение это было чем-то другим здесь работа была построена таким образом что в самые оперативные сроки наши молодые авторы предоставили свои тексты мне было легко работать с ними потому что на этот раз текст были действительно очень высокого уровня как и прозаические так и поэтические тексты были что называется на высоте поэтому наверное такой вот прям сильные редактуры мне не пришлось применять я с удовольствием читала каждое произведение общалась с автором по ходу создания сборника мы вместе приходили к единой цели и теперь достигнута самая главная цель собственно говоря выход сборника образ слова и я считаю что это наша совместная заслуга как авторов так и меня как редактора но и невозможно он был бы из наших друзей творческого объединения лёжки-художники маша расскажи пожалуйста ты не просто редактор этого сборника ты еще и член жюри премии первая роса причем ты наверное четвертый уже раз была член жюри этого конкурса и премии вот расскажи об этой работе то есть каким критериям может быть отбирались победители лауреаты что-то об этом скажи нам да я уже не первый год являюсь членом жюри областного конкурса первая роса что я хотела бы отметить меня очень радует что из года в год конкурс все больше внимания людей привлекает и стал он не просто уже конкурсом где дается какая-то оценка произведения молодых авторов это стало настоящей такой дружной площадкой где люди могут между собой общаться делиться своим творчеством своими впечатлениями это уже как бы вышло даже немного за рамки просто конкурса что еще хотелось бы отметить возрастной диапазон то есть у нас есть как самые юные авторы так и автор продолжающие писать и довольно зрелые авторы это совершенно разные люди как по своим убеждением выбору профессии по своему стилю жизни но всех авторов объединяет любовь к слову и вот эта вот любовь к слову она дает такой мощный заряд для каждого кто работает на литературном поприще что хочется продолжать вот такую вот активную работу и с молодежью и с самыми юными авторами вот иногда даже когда оцениваешь работы сложно вот так взять и сразу сказать что дать какую-то конкретную оценку потому что ты видишь что там есть очень много чего-то такого светлого вдохновляющего примерно так бы я ответил на этот вопрос сборники 20 авторов счастью авторов мы познакомились сегодня что о ком ты еще хотела бы рассказать на может быть что-то прочтешь произведение некоторых авторов да я пожалуй не буду как говорится только словами я еще сейчас стихами дополню свое выступление в частности мне бы хотелось прочитать одно стихотворение лауреата значит номинации поэзии первый раз и 2019 это александр бухарин вот здесь в этом сборнике представлена небольшая подборка его стихотворений хотелось бы мне зачитать то стихотворение которое было проиллюстрировано как раз таким молодым художником я вот сейчас прочитаю затем также покажу эту иллюстрацию нутся комья снега под ногой упруга ах какая нет ах какая вьюга санки на веревке мальчик в шапке белой ах какой ты ловки ах какой-то смелый как сосредоточен поспеши скорее уж в предзиме очень быстро вечереет окружен гурь бою да мне место скуки взяться мне с тобою хочется за руки уж темно и поздно ты придешь устала обернулась звездным небо покрывалом вспыхнут окна дружно мать окликнет нежно как сегодня в южном как сегодня снежно и вот чтобы как говорится не быть голословно иллюстрацию которую нарисовал владислав митин юный художник из творческого объединения южки художники вот такая вот у него замечательная иллюстрация к этому стихотворению александра бухарина получилось действительно передает и настроение этот задор который есть в этих строках считаю такой вот уникальный синтез литературы и живописи он даже вот такой черно-белый да сборник способен действительно сделать очень ярким и привлекательным для читателя конечно мне бы хотелось прочесть еще такое стихотворение осенней тематики вот есть у нас в этом сборнике подборка очень талантливой девушки влада митрофановой она была победителем в номинации поэзии в первые россии 2020 так вот такое вот стихотворение правда уже будет она без иллюстрации но тем не менее хочется его также зачитать здесь осень разметала свои краски по темным уголкам души усталой ты прячешь шею в ворот водолазки с порог поднимаешь листик алый прикресится начало но жизни новый ведь осень это сон но очень сладкий на этот раз мечту зови основой пусть даже все покатится негладко пусть говорит что хочет старый циник а ты живи люби дыши и чувствуй ты слышишь осень это твой будильник проснись и пой пока в душе не пусто вот такие вот замечательные строки также есть сборники образ слова и у нас здесь авторы самых разных представленных направлений каждый о чем-то своем в целом целом все очень аккуратно вписывается вот концепцию такого молодежного сборник спасибо большое мария такой развернутый ответ но у нас сборники образ слова не только поэзия и проза которых мы говорили так подробно но есть еще и иной жанр и кстати к иному жанру тоже есть иллюстрации которые делали художники вот что ты можешь сказать про эти произведения про этих авторов я вообще хочу сказать еще еще о том что меня очень впечатлил уровень иллюстрации которые предоставили нам ребята из творческого объединения ёжки-художники впечатлил чем во первых самим как мастерством художественным да во вторых тем что несмотря на свой юн юный возраст они с огромной тщательностью подошли к прочтению произведений смогли выделить все самое главное как в стихах так и в прозе и как уже было сказано в ином жанре работа с разными произведениями это вообще довольно сложный процесс тем более сквозь призму своего восприятия сделать некий образ который будет доступен и понятен затем другим людям читателям этого сборника я считаю что этот такая задача повышенной сложности с которой ребята как раз таки очень успешно справились и что удивительно да действительно вышли иллюстрации даже казалось бы таким вот философским размышлением произведение которое входит как бы в иной жанр да в эту номинацию и на удивление они справились с этой задачей сумели вот выделить как бы главное зерно произведения и создать очень успешные образы вот в своих иллюстрациях я ответила на этот вопрос маш спасибо большое что пришла сегодня спасибо большое за твою грандиозную работу потому что на самом деле редактировать целый сборник постоянно находиться в контакте с авторами это довольно сложно спасибо тебе большое ну и теперь я расскажу немного тоже о своем произведении я тоже являюсь автором этого сборника а я являюсь победителем премии обладателем премии первая роса в номинации проза 2019 года в настоящее время я работаю в областной научной библиотеке главным библиографом отдела краеведческой литературы библиографии и также я являюсь членом совета для россии у меня мои произведения публикованы в различных коллективных сборников журналах альманахах но то этот сборник образ слова он стал тоже для меня некой вехой вообще впервые мы произведение иллюстрировали именно столько впечатлила иллюстрации юной художницы екатерины богатовой потому что ну когда я представляю какая может быть иллюстрация на думал какой-то эпизод у меня были какие-то представления и когда я увидела иллюстрацию насколько впечатлило то что в этой иллюстрации она передала вот весь смысл этого произведения просто в одной иллюстрации в общем-то все передано эта иллюстрация замечательная и я бы хотела прочитать этот рассказ он небольшой рассказы на нас он ну я считаю его детским хотя некоторые с этим не согласны что он детский учит это иногда но просто взрослым рассказом надеюсь он новогодний что он будет интересен и взрослым и детям в субботу мама принесла из магазина ананас она аккуратно извлекла его из пакета и поставила на стол ромка дотянулся до диковинного фрукта тот оказался колючим как елка не трогай строго произнесла мама это на новый год мальчика ел руку а мама поставила на нас на полку а где растут ананасы спросил ромка ананасовом дереве нет весело маму они растут на больших кустах любительности она развела руки протянул мальчик как самородина да самородину смехнулся смехнулся мама ромка представил огромный куст на котором гроздьями висели ананасы он хотел спросить как же они все там поместятся но не успел мама загремела кастрюлями велел и сын не путаться под ногами с тех пор ананас стал полноправным обитателем квартиры он торжественно выстал на полке свысока наблюдая за всеми его гордый строгий вид призывал к почтительному отношению столь важной персоне и только маме дозволялось изредка выворачивать его и ощупывать желтеющие бока однажды выходные маму срочно вызвали на работу и ромка остался дома один он смотрел в окно наблюдая за совсем не новогодней погодой на между застывшие земле белели редкие снежные стравки больше всего мальчик волновал вопрос как же дед мороз может доехать до них на санях когда он поделился своими опасениями с мамой та улыбнулась и ответила что если снега совсем не будет дед мороз прилетит на воздушном шаре тогда ромка спросил а раз деда мороза есть воздушный шар мама утвердительно кивнула и действительно если дед мороз может подарить все что угодно то что ему стоит смастерить себе воздушный шар и как только ромка сам не догадался теперь глядя в окно он неожиданно подумал а как же в теплых странах справляют новый год ведь там никогда не бывает снега и туда еду морозу иначе к на воздушном шаре не добраться его там тоже нет а значит далекие жители теплых стран справляют новый год допустим под пальмой это случайно мысль так обрадовала ромку что он отошел от окна и принялся скакать по комнате соображая танцы туземцев затем досталась коробки солдатиков и теперь уже они кружились необычном хороводе не хватало только пальмы мальчик внимательно смотрел комнату но ничего напоминающего пальму не обнаружил и тут его осенило ананас больше с успеха могло заменить тропическое дерево его астралиста верхушка точь-точь походил на пальмовые ветви рука побежал на кухню залез на табуретку и взял ананас он осторожно нес его одной рукой придерживаясь вниз у другой шума и зеленую макушку как будто при любом неловком движении на нас мог разбиться мальчик поставил драгоценный фрукт в центре круга а солдатики они же туземцы раз начали прыгать распевая песни слов которых впрочем было не разобрать эта игра то довольно быстро ромкин доела он стал слоняться по комнате обдумывая чем бы еще заняться тут ему в голову пришла еще одна интересная мысль а что если повесить на пальмы елочные игрушки тогда у туземца будет самый настоящий новый год ромка побежал мамину комнату и поставил табуретку чтобы достать коробку с кружками которая хранилась наверху шкафа но даже став на носочки до коробки был не дотянуться тогда он взял маленький стульчик и поставил на табуретку забравшись на сложную конструкцию мальчик потянул на себя коробку но стульчик под ним зашатался и посадить падение ромка выпустил из рук коробку таз грохотом ударился пол церкаль цветные стеклянные осколки блески и запутавшаяся мишура они как будто дразнили ромку вот смотри что ты натворил шипела гирлянда теперь у тебя не будет настоящего нового года басила покачиваясь половинка шара как можно быть таким неустолковым и не клюжим сердилась шапочка до мороза слезы побежали по ромкиным щекам он спрыгнул на пол и стал запихивать разбившиеся игрушки в коробку потом доказать веник и голодая слезы спешки прятал следы своего проступка закрыл коробку и отправил ее наверх пытаясь толкать как можно дальше чтобы мама ни о чем не догадалась он убрал на место табуретку со стульчиком и вернулся в свою комнату пластмассовое войско по-прежнему держала нас в окружении ромка взял фрукты вернули на кухонную полку солдатику отправил обратно в картонную казарму а сам улегся на кровать с книжкой про карлоса сердце упорно стучал слона хотела вырваться убежать от ромки и забиться в дальний угол скоро вернулась мама ромка выбежал встречать ее и крепко обнял ткнувшись лицом холодную куртку ну отпусти же сказала мама аккуратно стряхивая в руки дай хоть раздеться мальчик на минуту пустил маму но потом снова прижался к ней ну что так ластишься ласково сказала мама обнимая его как будто натворил что нет ничего не натворила быстрее уплела ромка я все время книжку читал хочешь покажу сколько прочитал покажешь пока что я тело мама целую в макушку вечером сели ужинать ромка ковырялся в тарелке искоса погляданная на нас по-прежнему гордо встал на полке посылая мальчику невидимые сигналы я знаю и что это ты разбил момент игрушки говорила на нас надо же какой бессовестный мальчишка сам разбил а признаться боится признание ком застряло в горле с одной стороны ромке самому хотелось уже рассказать маме да она рассердится будет ругаться но потом обязательно простит его обнимет и скажет что он так никогда больше не делал с другой стороны ромка боялся горчить маму испортить праздник ты почему ничего не не вкусно спасил мама что-то не хочется с трудом выдавил ромка то дайте свою комнату раз не хочется ромка встала за стола поезжал в комнату ему так хотелось спрятаться от мамы это на нас и ему хотелось закрыть глаза потом открыть и вид с игрушки целыми ах как бы он хотел простит деда мороза вместо всякой ерунды вернуть тот момент когда он полез за коробкой на следующий день мама затеяла уборку пока ромка вытирал пыль на видных местах мама толстый как жаба тряпкой мыло пол ромка месо накрикнула она из соседней комнаты мальчик ничего не понимая рванул к ней мама сидела на полу поджав ноги в руке она держала желтую головку крушенного космонавта что это спросил мама демонстрируя сыну находку как же ромка не заметил ты головы видимо она закатился под кровать или под шкаф а теперь мама ее нашла конечно же она обо всем догадалась отбираться и скрывать все было бессмысленно и я и я выдавлю его по капле ромка признание я случайно я только хотел нарядить ананас что переспросила мама и тут ромку прорвало он быстро начал описать маме все происшедшие и речь его лилась как горная река захлебая словами смешанными со стой выступившими слезами мальчик кинулся к маме ткнул свое живот и зарыдал мама доложила голову космонавта и обняла сына она мочью гладила его теплыми руками по голове а все сильнее прижимался к ней боясь упустить это тепло ну хватит перестань к ней сказала мама ты же мальчика не плакался давай вытирать слезы ромка с трудом взорвалась от нее и стал растирать слезы по лицу когда мальчик успокоился мама достала злополучную коробку осторожно перебирала разбитые игрушки зачем же ты полез сам приговаривал мама достался бы меня и мы бы вместе нарядили твой ананас эх а ведь это были мои детские игрушки знаешь сколько им лет мама ты только не расстраивайся утешил я ромка когда я вырасту тебе куплю тысячу таких игрушек мама усмехнулась это же не просто игрушки мои детские воспоминания а их ни за какие деньги не купишь ромке стал так жалко маму и теперь без игрушек она не сможет вспомнить свое детство и от этих мыслей стало еще горше мамочка прости меня пожалуйста смазался ромка я честно-честно не хотел ну ладно ответила мама что случилось то случилось давай-ка заканчивать уборку вместе не брались квартиры выбросили коробку с разбитыми игрушками стали готовиться к новому году и пусть году праздник был неполноценный без снега елки новогодних игрушек но на столе красовался редкий заграничный гость ананас правда ближе к бою курантов попал под острину нож на столе появилась тарелка с горой желтых квадратиков ромка клал в рот сочные кисло-сладкие кусочки фрукта и думал что его детские вспоминания даже самые плохие будут навеки связаны с этим ананасом еще он просил это мороза чтобы утром маминой комнате появилась новенькая коробка с елочными игрушками чтобы мама никогда не расстраивалась особенно из-за него ночью пошел густой при густой снег как будто кто-то на небе порвал мешок с белыми хлопьями ромка снега не видел в это время спал и снился ему влетящий на воздушном шарте-то мороз который в одной руке держал игрушку космонавта желтом скафандре а в другой ананас дорогие друзья спасибо большое за внимание читайте сборник образ слова ищите в библиотеках в культурных и общественных пространствах нашего города приятное вам чтение большинство произведений представленном сборнике уже опубликованы или будут опубликованы журнале симбирск всем приятного чтения спасибо за внимание